Девочка-пай 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 Продолжение следует... 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 Мы подготовили от Международного художественного фонда диплом для Владислава. Это ему на память и поздравление от нас. Выставка называется «Моя дорога». Это символично. Вот желаю вам хорошей, светлой дороги и хорошего пути. А сейчас позвольте предоставить слово народному художнику Российской Федерации, президент гильдии художников кино, режиссер художника театра и кино Борису Бланку. Вы знаете, в пределах нашей округи, нашего союза кинематографистов, впервые мы делаем выставку национального художника. То есть не художника вообще, а художника с яркими национальными корнями. Художника, который четко ориентирован на, как вам сказать, на свой народ и на свою страну. Поразительное дело, что культура армянская, я ведь не собираюсь лекцией читать, это глупо, сколько бы она ни была искусства, сколько бы оно ни было современным, суперсовременным, суперзападным, оно все равно сохраняет свои корни. Я так думаю, что это потому, что когда народ небольшой, что бы ни делать, он все равно свои корни, свое представление о мире, о жизни, он все равно четко в себе как-то воспитывает и четко придерживается своих внутренних народных традиций. Поэтому для нас эта выставка особенная, потому что она окрашена не просто колоритом творчества этого художника, но она окрашена еще колоритом народа. И вы знаете, это замечательно. Можно к работам этим, вы знаете, странное ощущение. Петь дифирамбы – это последнее дело. Но понять то, что делается, это главное. Главное здесь, что работы, на мой взгляд, они неровные, некоторые несовершенно, некоторые совершенно очаровательные, но все они стремятся к совершенству. Художник стремится к совершенству. Я вижу этот ход, это стремление, недостигнутое пока. И честно скажу, в некоторых работах поразительно живое, а в некоторых – нет. Конечно, 50 лет можно сказать, ну, все завершено, ничего не завершено. Все только начинается, поверьте мне. Мне чуть больше, но я знаю, что только сейчас я почувствовал, что нужно. Каковы... Я почувствовал, что рука становится раскованной. Ведь рука художника – это и есть его мышление. Рука художника – это и есть его чувство. Интеллекта у художника не может быть. Интеллект художника только в чувстве его руки. И это то, что дает всевышний. Поэтому я думаю и надеюсь, что... А почему не поздно, я скажу? Потому что даже думая про свою работу, я только понял, что только сейчас начал ощущать по-настоящему, что делать, и как делать, и рука начала все чувствовать. Но вся штука в том, что я могу угромен успеть. Это будет катастрофа для нашей демократии искусства. Но что делать? Понимаете? А! Художник представленный здесь успеет. Ему 50 лет. Ему еще можно жить. Лет 60 минимум. И он достигнет совершенства. Потому что он так этого желает. И он уже где-то достигает каких-то работ. Очень интересно. Но чувство присутствует во всех работах. Искренность присутствует во всех работах. И ощущение своего народа присутствует во всех работах. Этот художник будет прекрасным художником. До конца. Дай Бог здоровья и еще 60 лет жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, дорогие друзья. Я вас поздравляю с открытием этой выставки. Я не ожидал столько работ этого замечательного художника. Не ожидал. Просто неутомимый человек. Он работает все время. И как он успевает все это делать. Значит, мое знакомство с ним состоялось, когда он пришел поступать в наш союз. Я был членом правления Московского союза художников России. Это на Беговой находится. И вдруг появляется Армянин. Ну, наш Армянин, конечно. Появляется Армянин. Ну, я всех надыги, конечно, поднял. И все уже были готовы. Нет, не потому, что мы там как-то хотели там помочь или там что-то такое. Но на всякий случай. Но оказалось, что безо всяких слов правление проголосовало. Великолепно проголосовало. И, в общем-то, и на секретариате он прошел очень хорошо. Это значит, человек профессиональный художник. У нас непрофессиональных художников не принимают. Он уже прошел такую школу, которая, в общем, дала путевку в жизнь. Вот в нашу жизнь. Ну, его перемещение из Баку. Так началось с чего? Я выхватил одну-две фразы у родственников. Что с четвертого класса он занимался у преподавателя, у учителя рисования. Звали его Рубен Христофорович. Который сказал ему, что парень, держись. Из тебя получится хороший художник. Вот мы видим перед собой, его напутственные слова, в общем-то, притворяются в жизнь. Замечательно. Но теперь я хочу сказать о том, что о его профессионализме. Он не смотрит ни налево, ни направо. Только вот налево немножко посмотрел, когда у него увидел кубистические работы. Вот сзади меня, вот с левой стороны, кубистические работы. Мне они очень понравились. Очень понравились. Там чисто можно прочесть. Ну, есть преломнение линии. Есть такая кубистическая манера. Началась она в 19 веке. Там перешла в 20 век. Очень многие заразились этим. Но он заразился очень мало. И он мало у кого заразился. Я вам хочу сказать. Он заразился. Единственное, есть классическая живопись у нас. Великолепная. Но она тоже может быть не российская. Идет оттуда. Мы с запада все это берем. Вот. И он перенял вот эту классическую живопись. Замечательная. Я вам хочу сказать, что то, что он делает, это останется в поколениях. Все работы его узнаваемы. Ну, представьте, что такое абстракционизм. Выразился художник, стал народным художником. Я не знаю, получил какие-то государства. Но он абстракционист. Абстракционист, там ничего не узнаешь. Абсолютно. Он изображает эпоху свою. Он видит то, что видит, то и делает. Я, Владика, поздравляю. Я буду вас долго утомлять. Владика, я поздравляю. Ну, с прекрасной выставкой. Они все разные работают. Все разные. Вот, предо мной выступал там господин, я так буду говорить. Он правильно сказал. Не равнозначно. Во-первых, они не похожи друг на друга. Но есть немножко слабее работы. Но это ничего. Это уже в прошлом. Он подтянулся. Он сейчас делает гениальные просто работы. Я хочу его поздравить. Ну, с настоящим профессионализмом. Да, все. Поздравляю. И еще. И еще. У него юбилей. Я его поздравляю с этим юбилеем. Чтобы еще будет другой юбилей в 75-м году. Его жизни. А еще четвертый будет, третий будет уже в столетии. Вот так. Давай. У нас записался еще Григорий Ушаев, заслуженный художник Российской Федерации. Пожалуйста, представляйте вам с вами. Дорогие друзья, поздравляю вас с великолепной выставкой. Я очень рад, что так получилось. И я здесь, на этой выставке. Мы с Владиславом время от времени встречаемся на других выставках. И его работы я впервые увижу. И рад, что я увидел. Ну, после выступления великолепного Бланка смешно что-то говорить. Он все уже сказал точно. Поэтому я не буду вдаваться в анализ работ. Во всяком случае, это прекрасная выставка. И есть и видно, что человек делает. Делает, стремится, а значит и будет. Вы знаете, нам давно идут споры о том, значит, культура, экономика, что выше, что главней. И вчера как раз на канале культуры есть такая программа «Культурная революция», которую ведет Михаил Швыдкой. Вот там как раз, как всегда, парадоксальный вопрос поставлен. Что же экономика или культура? Это обычно не ставит вопрос, на который однозначно ответа нет всегда. Но я, смотря эту программу, сразу вспомнил, что уже давно на этот вопрос ответил великолепный поэт Давид Самойлов. Я вам напомню его всеотворение. «Скоморохи». Идут скоморохи по тусклым дорогам, по главному шляху, по малой дороге, отвержены церковью, признаны Богом по русским дорогам. Идут скоморохи. «Скоморохи» «Что могут они?» «Рассмешите, скоморохи». «Что могут они?» «Рассмешите, скоморохи». «А могут ли что-то лишить скоморохи?» «Какие вопросы?» «В какие эпохи?» «Навстречу старухам?» «Сказой, да, Аркадия?» «Навстречу артель мужиков с топорами?» «Навстречу бояля в брусничном кафтане?» «А там уже голод горит куполами». «Войдут они в город, осмотрятся, где вы?» «Устроить и пилища, утречка в рамах» «Для красных петрушек поставить вертепы» «Поближе к базару, подальше от храма». «Как станут скакать и играть в балагане?» «Посмотрит старуха с козой на Аркадии». «Посмотрят артельщики и горожане, и даже бояре в брусничном кафтане». «Забудет старуха невзгоды и беды, забудут холопы кабальные нети, забудет боярин войну и победы, когда затанцуют козлы и медведи!» «Пусть к злобе и мести взывают пророки, пускай кулаки воздвигают над веком народу надежду, внушат сковорохи и смехом его набитают, как млеком». «Воспрянут старуха с козой на Аркадии». «Торговые люди, стрельцы, лесорубы и даже вельможа в брусничном кафтане, и ангелы грянут в небесные трубы». «Спасибо». «И последнее, и последнее, и последнее. К сожалению, в большом я не знаю армянского языка. Но из нескольких слов, как мне кажется это известно, самое тёплое, что можно сказать, это ЦАВА ТАНА». «Дорогие друзья, я приглашаю к этому микрофону заслуженного художника Российской Федерации Евгения Хустюка. Пожалуйста». «Мне очень приятно быть на открытии такого хорошего, интересного индивидуального художника, потому что в искусстве, как мне кажется, должна быть мысль и своё видение окружающей среды. И в этом есть как раз класс художника, когда он непосредственно и выражает только своё видение. Это и есть настоящее искусство. Вот мы сегодня как раз с этим и столкнулись, потому что это такая необычная выставка, очень интересная во многих своих проявлениях. Единственное, что я услышал только от господина Бланка, что рука всё делает. Дело не в руке. Дело в том, что голова руководит рукой, и прежде всего мысль должна быть, которая выражена на картине или в графике. Вот эта мысль практически присутствует здесь во многих произведениях, и она ярко выражена, непосредственно и тонкая. И такое вот создание вот такой ауры своей и быть ни на кого не похожим – это большой дар. И я вот поздравляю автора этой выставки и желаю ему, как говорят, дальше вершить своё им на своё видение этого искусства. Слово предоставляется поэту, искусствоведу, арт-критику, журналисту Никите Иванову. Пожалуйста. Добрый вечер. Мы что-то сегодня отталкиваемся от сказанного нашим любимым Борисом Бланком. И я тоже хочу немножко с ним поспорить. Он сказал, что Аванесов он себя позиционирует как армянский художник. Но мне кажется, что он страшно вырывается за эти рамки. И вообще вот его эта яркая палитра, она ещё говорит о дикой отзывчивости его сердца. Он воспринимает, по-моему, все религии мира. Если вот так всмотреться в его духовные произведения, там какие-то отголоски античности, какие-то отблески язычества, и какие-то шамбалы там гималайские, буддизм, и, конечно, православие и в русском варианте, и в григорианском. И, в общем, это всё очень заслуживает большого уважения. При том, что, может быть, иногда что-то формально он не дотягивает, но диапазон его настолько широкий, он настолько вот хочет охватить своим вниманием и интересом, что ты просто греешься около его картин тем, как бы вот тем, что он стремится, он стремителен, он в движении. И я хочу пожелать этого движения ему ещё на ближайшие 30-40 лет. Я предоставляю слово Риме Писарёвой, пожалуйста. Писаревой, пожалуйста. Добрый вечер, дамы и господа. Я руководитель арт-программы искусств в МАГМУ предпредседенте РФ. Программе 5 лет. Это была моя мечта, и в 2010 году 3 года я её защищала и, наконец, защитила. В интернете на сайте Писарево.ру вы можете увидеть официальный сайт этой моей программы. Это моё детище. Также я провела 30 фестивалей Индиго. У меня есть номинации. Лучшие поэты, музыканты, писатели, художники, деятели культуры, артисты России. В этих номинациях рассматриваются самые талантливые и программа. Как может также Центр переподготовки военнослужащих от МАГМУ при РАКС помогает мне. Мы награждаем тех людей, которыми Россия может гордиться. По праву. Это не громкие слова. Это то, во что я вложила душу и во что отдаю очень много. И вот как-то я увидела картину. Я помню, мы в НИКОР вступали. Я совсем... Мне нельзя сказать, что я художник по сравнению с профессионалами-корифеями. Я, скорее всего, любитель. Я импрессионист, который после клинической смерти так разговаривает на холсте. Ну вот что-то там понравилось всё-таки президенту. И мы вместе вступали. И я увидела работы Влада. Первая работа, которая потрясла меня. За дело, за всё живое потрясла мою душу. Реально. Это была работа. Она тут незаметная. Она там первая в самом уголочке. Вы потом подойдите к ней тихонечко. Там свеча не горит. Там лежит гранат. Там лежит терновый венец Иисуса Христа. И я впитывала это. И была потрясена, знаете, чем? 21 век. И многие знают, что уже можно проверить живые работы или работы мёртвые. Живой музыкант. Или это человек, который поёт, а энергию забирает себе. Или же отдаёт. Есть фотографии по методу Кирлиэн. Когда фотографируют таких художников, как, например, Влад, у них излучение энергии вокруг картин. Он живой. Понимаете? Он настоящий. Его картины разговаривают. Его картины греют. И вот это меня потрясло, потому что я это очень остро чувствую. И я рада, что сегодня, наконец-то, я могу первую награду. Конечно, это всего лишь первая, потому что будут ещё наградить от арт-программы искусств, участника арт-программы искусств, одного из лучших художников России 2014 года. И горжусь, что он участник программы искусств, Влада Аванесова. Это заслуженная награда и заслуженные аплодисменты. В программе была медаль ордена, медаль маршала Жукова. Мы долго думали, Влад сомневался, может ли. Я позвонила директору центра, он сказал, конечно, может. Потому что человек, который обладает тем, что отдаёт всю свою душу, это же, знаете, можно отдать все силы, кровь и душу на войне. Нужно отдать в любви родине своей, в тех картинах, в которых здесь в каждой части... Да что может рука? Если душа туда не даст птицу белую, лебедь свою ничего не сможет. Здесь в каждой картине частичка его души живая, тёплая. Пусть кто-нибудь какой-нибудь достойный здесь самый для вас, Мужчина вам повесит эту медаль на грудь, чтобы туда уложить. Попросите самого достойного. Всё-таки женщина, она вручает, но не это. И один маленький ещё подарок для вас. Пусть это будет одна. Одна моя песня, которую я спою для Влада и для вас, мои хорошие. Последняя любовь. А потом уже, может быть, когда будем все гулять. Ну что тебе ещё, ковёр цветной листой, да бриллианты слёз, да жемчуга печали? Ну что тебе ещё, ни гомона, мало ли, ни бурь, ни грозь и ни отчаяния? Ну что тебе ещё, ни гомона, мало ли, ни бурь, ни грозь и ни отчаяния? Я познакомилась. Музыканты, поэты, писатели, артисты. Я буду рада. Моя маленькая скромная миссия – отмечать ваш гениальный дар и ваш талант. Спасибо. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, в завершение торжественного нашего выступления всех наших гостей я хочу сказать пару слов благодарности. В первую очередь я, конечно, хочу поблагодарить своих родителей за то, что я вот такой появился. Своих родных. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу, да, хочу поблагодарить своих близких, ну, мою семью, детей, жену, в общем, всех тех, кто меня окружает, моего брата и его семью. АПЛОДИСМЕНТЫ Также хочу поблагодарить своих, ну, друзей, тех, которых я обрел здесь, в России, да, и тех, которые, как сержень, проходят в мою жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще хочу сказать большое спасибо Армении, потому что я хоть прожил там всего пять лет, но я почувствовал свои гены по-настоящему. Да, и она как бы раскрыла меня. Хочу поблагодарить Россию, потому что я эту страну очень люблю. Это как душа планеты. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем, всем, всем огромное спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Спасибо! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!